МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От глубоких ям ломаются машины, и даже скорой помощи доехать до адреса проблематично. Фитального ремонта автодороги здесь никогда не осуществлялось. Делали только заплатки. Жители станции Калейкино жалуются на разрушенную дорогу. Говорят, из-за глубоких ям тут было даже ДТП. Перевернулся грузовик. С улыбкой на лице и ножом в руках. Вы говорите, я убитал не внушу раз машины. Сначала внушу, а в лице я думал, что это значит. Суде рассматривают дело о покушении на убийство. Горка, скатиться с которой не отважится даже любитель экстрима. Когда я здесь жила, мне часто не хватало где-нибудь на качеле покататься, книжку почитать. Он рискует угодить в заросли колючек и вулей, а жители мечтают, чтобы это место было для детей. В эфире новости Юго-Востока Татарстана в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Жители станции Калейкино жалуются на плохие дороги. Около месяца назад там перевернулся грузовик. После инцидента провели ямочный ремонт. Но местные жители считают эти меры недостаточными и просят полностью перестелить дорогу заново. И, возможно, мечта местных жителей исполнится. Как долго людям еще остается ездить по ямам, знает Елена Бавы. Местные водители уже практически наизусть знают, где нужно объехать ямы и какую безопасную скорость выбрать, чтобы не вылететь с дороги. На них жители жалуются не в первый раз. Питального ремонта автодороги здесь никогда не осуществлялось. Делали только заплатки, которые все время весной разрушались. И разрушались они не по нашей вине, а грузовыми машинами. Татьяна Медведева живет на станции Калейкино с рождения. Ее сосед Тимур Шахмаметов порядка 25 лет. Жители говорят, что раньше дороги были более или менее нормальными. А в последние несколько лет из-за ям автолюбители вынуждены делать незапланированный, дорогой ремонт машин. Вот здесь вот человек стоит, он говорит, вот только что на 30 тысяч ходовку сделал, у него все там разболталось. Да я вообще, вот у меня тоже старенькая машина, она как бы этот раз в полгода это постоянно полностью ходовка рассыпается. Чтобы оценить, что испытывают местные водители, мы с оператором проехали по дорогам станции. Стараемся вообще не ездить по этой дороге, как бы не приходилось. Лучше оставлять машину и пешком ходить. Во время поездки стало понятно, почему. На протяжении всего пути глубокие ямы, разрушающийся асфальт, грязь. Жители говорят, что из-за них на станцию проблематично вызвать скорую помощь, а понадобиться людям с хроническими заболеваниями она может в любой момент. Среди таких жителей Рашида Хамедьярова. И мне постоянно приходится заходить сдавать кровь, принимать процедуры. Вот недавно у меня была такая ситуация, у меня умерла знакомая, у нее вообще был позвоночник операции. Как она плакала, Раштапа говорит, как я приехала, как мне больно было. И она умерла. Я не хочу такую себе участь. Я хочу ездить нормально. Нормально ездить там, где заканчиваются дома, еще сложнее. Вместе с постройками исчезает асфальт, появляются деревья и грязь. Вчера был дождь, и машина в ней вязнет. Этот путь местным жителям нужен. По нему они выезжают в соседние деревни и в сторону Чистополя. В мае мы уже рассказывали о дорогах на станции. А в июле, по словам жителей, состояние дорог спровоцировало ДТП. Перевернулся грузовик. После этого начался так называемый ямочный ремонт. Начальник управления автомобильных дорог Федаиль Хайернасов сообщил, что временные меры. В ближайшее время дорожные строители завершат эту работу. Возможно и исполнить главную мечту жителей полностью перестелить асфальт. В этом году на эти работы нет финансирования. И пока они запланированы на следующий год. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. 19 июля в половине первого дня на участке автодороги Альметьевс-Казнакаево произошло ДТП. 26-летний водитель Лада Гранта не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, съехал в кювет. В результате водители и пассажира после оказания первой медицинской помощи доставили в больницу. 21 июля около 7 вечера в селе имени Баева на улице Фатыха Креми произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 15-летний подросток, управляя квадроциклом при движении, не справился с управлением и съехал на обочину и опрокинуться. Итог, отправился в травматологическое отделение. Вчера на перекрестке Шевченко-Марджани столкнулись несколько автомобилей, а пострадавших не сообщается. Сильный ливень накануне не прошел бесследно. Где-то во время дождя водой залило подвалы домов и подъезды. Жители 23-го дома на улице Джалиля не могли из-за воды пройти к подъезду. Они пожаловались, что каждый раз в ливень их топят. Похожая ситуация у жителей дома на улице Ленина. Жильцы написали, что в многоэтажке много пенсионеров и им ничего не остается, как идти до двери по луже. Потому что перешагивать им трудно. А вот видео, которое снял пассажир троллейбуса маршрута 7А. Вода просочилась в салон и видно, что она не просто капала, а оттекла из-под верхней обшивки. Для жителей частного сектора ливень стал настоящим испытанием. Он размыл дорогу к домам. Так проходит каждый день во время дождя и весной, когда тает снег. В поселках Альметьевского района Каськи, Болгар-2, жители тоже просят о помощи. Единственная дорога к их домам во время разгулу стихии становится опасной. Застревают даже грузовики. Накануне там увязли в грязи 4 машины. Хорошие дожди, как известно, любят аграрии. Но и им сейчас они мешают. В Альметьевском районе идет уборка урожая. Сейчас 90 комбайнов собирают пшеницу. Шесть хозяйств приступили к обмолоту. Об этом сообщил глава района Тимур Нагуманов. На данный момент озимая пшеница обмолочена на 650 гектарах. Урожайность полей в этом году 29 центнеров с гектара. У нас засеяно почти 55 тысяч гектаров земли и около половины отведено под зерновые и зернобобовые культуры, такие как пшеница, ячмень, овес, горох. Впереди у сельхозработников уборка 14 тысяч гектаров этой культуры. Параллельно с уборкой зерна идет покос масличной горчицы. Всего в Альметьевском районе засеяно 54,7 тысяч гектаров земли. 15 лет лишения свободы грозит Альметьевцу за покушение на убийство. Как значится в материалах дела, майским вечером соседи повздорили. И завязку в истории классическая, да нельзя. Во время распития спиртных напитков на почве внезапно возникнувшей личной неприязни. Кульминацией послужил удар ножом в шею, а развязка бытовой драмы должна пройти в суде. На заседании побывал наш корреспондент. Вы говорите, я бы убитил не только раз, но шуми сначала, но и ноги. Я бы не мог шутить сначала. Потерпевший говорит, что шутка закончилась ударами ножа в шею. Не оценив юмора, раненый выбежал на улицу, где встретился с другими соседями. Те и вызвали скорую и полицию. К счастью для мужчины, собутыльник за ним не погнался. На месте менее 4,5. С шеи на киво. То есть в уголок расположения жизни на ранее полный шею. Тут же в душу, как мы были в доме, находились в душу, в каждом месте. Мы на нас все, причем смерть, это значит, что насмерть последнего. И человек... 25 мая этого года примерно в 7 вечера тихий двор потрясла новость. Один сосед чуть не зарезал другого. Спустя минуты возле третьего дома на улице Фахредина уже были медики и полицейские. Как скажет потерпевший, когда придет в себя, и после на судебном заседании начиналось все мирно, как обычно. После обеда он пошел в магазин, прикупив алкоголь, начал распивать его в одном из соседних дворов. Чуть после к нему присоединился сосед-приятие. Мужчина предложил продолжить застолье у него дома. Живут, теперь уже подсудимый и потерпевший, в одном подъезде через квартиру друг от друга. Признаете, не признаете или частично признаете? Частично, но... Частично. Частично? На первом заседании опросили четырех свидетелей. На следующем стороны продолжат беседу. Потом наступит прение, затем подсудимый услышит приговор. По прогнозам, произойдет это до конца лета. Жители хотели разобраться с шумными компаниями, которые мешали спать. Но в итоге их ожидало разочарование. Это случилось у 15-го дома на улице Гагарина. По словам местных жителей, под окнами постоянно собиралась шумная молодежь, которая устраивала ночные посиделки. Раньше работники полиции объезжали дворы, патрулировали, сейчас нет. Вот и убирают лавочки, чтоб пьянь не сидела на них сутками. За дело взялись старожилы. Они пожаловались на шумных гостей в управляющую компанию. Рассчитывали, что это поможет вернуть тишину и покой в свой двор. И коммунальщики решили вопрос. Забрали скамейки, где и проводили вечера шумной компании. Такой радикальный подход огорчил жильцов. Они стали просить вернуть лавки обратно. Коммунальщики сказали, что демонтировали по просьбе самих же жильцов. Как всегда, одна-две овцы стадо портят. Если шумно, можно сказать, позвонить 02. Но есть вариант лучше, лишить других жителей лавки. Около подъезда еще убрали бы. Невозможно ходить спокойно. Вся пьянь собирается. И кто-то спит в зюзю пьяный. Все оплевано. Ребенку страшно проходить в подъезд. В обслуживающей организации сообщили, что вернуть уличную мебель можно. Для этого нужно снова написать коллективное сообщение от жителей дома. Вокруг детской горки заросли. Осы соорудили на ней улей, а на площадке видели змею. Урсалинцы пожаловались на запущенное состояние детской площадки. Для жителей микрорайона она единственная и пользоваться ей невозможно. Маргарита Трегубенко расскажет подробно. Если люди сделали здесь детскую площадку, значит она нужна. Денис Демура местный житель. Он проживает здесь уже 12 лет. Говорит, площадку обустроили сами жители лет 5-7 назад. Все эти годы по возможности поддерживали порядок. Но не всегда на это есть время. К тому же земля муниципальная, а Урсала относится к городу. Значит и помочь может тоже администрация, считает Денис. Была бы какая-то здесь обустроенная или отсыпанная зона, было бы другое. За ней бы, наверное, точно ухаживали. Но когда здесь все поросло травой, даже и в городе, в некоторых местах-то не стригут городские органы, так скажем. А здесь, ну не знаю, так заброшенное место и осталось. Дети вот по улице на самокатах катаются только. Ладно, асфальт сделали. Старшему ребенку семьи Демура 11 лет. Площадка ему еще интересна, а младшему тем более. Ему 4. Чтобы погулять с детьми, супруги вынуждены выезжать в город. Мы живем в хорошем месте, здесь чистый воздух. Мы бы не ездили в город, но бы, конечно, больше времени проводили здесь, на свежем воздухе. Ситуация обостряется еще и тем, что среди зарослей дети видели змею, а на одной из горок образовался улей. Рядом лес и природа наводят свои порядки. Во время съемок дети хотели покататься, но пробраться к качелям непросто. Добраться до этой качели детям проблематично. Здесь все заросло травой и кругом жужжат и летают насекомые. Как, впрочем, и баскетбольная площадка. Поиграть здесь вряд ли удастся. Трава здесь ростом с меня. Такая ситуация здесь со всем инвентарем. Местами он сломан. Некоторые качели не видны из-за зарослей. На этом квесты не заканчиваются. Для того, чтобы скатиться с этой горки, необходимо найти сюда вход среди зарослей. А поднявшись убедиться, что скатываться тоже некуда. У Эльвины Ахмедзяновы младшие сестры и братья. Сама она уже переехала учиться в другой город, но детство прошло в этом районе. Когда я здесь жила, мне часто не хватало где-нибудь на качели покататься, книжку почитать. То есть было бы просто потрясающе, если эту площадку обустроили и детям стало комфортнее. Александр Долгов работает доме напротив. Часто видит приходящих из досады, покидающих площадку детей. По его словам, в основном здесь развлекаются подростки. Бывает, иногда приходят дети, на гор катаются вон, причем активно. Ну, только занимаются, да, подростки бывают. Но в основном вот этот качель используется, остальное я не видел. Жители проживают практически возле леса на возвышенности. Отсюда до ближайшей остановки около километра, если еще приедет автобус. Сходить с детьми больше некуда. Саму детскую площадку установили и просят администрацию помочь поддерживать ухоженное состояние. Мы обратились за комментарием к администрации города. Вернемся к теме в следующих выпусках. Маргарита Трегубенко, Раил Латыпов, Новости Юго-Востока. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. Сегодня на каскаде прудов установили ловушки для мусора. Горожане рассуждают об эффективности. Самый красивый бизнес. Сегодня в России отмечают День флориста. Продолжается очистка каскада прудов от мусора. Сегодня там установили специальные боновые заграждения. Они задерживают мусор, бутылки, пакеты и прочее. По мере заполнения сотрудники будут их очищать, вытаскивая садком скопившиеся отходы. В последующем планируется установка локальных очистных сооружений. По словам экологов, этот метод не причинит вреда водной живности. Уважаемые жители, пожалуйста, не выбрасывайте плавучий мусор, любой мусор на водную гладь. Потому что это затрудняет работу по очистке каскадов. Тем самым многие стоки забиваются. Вода становится стоячей. И в жаркую погоду у нас зарастает каскад, получается, всем вот этим бурьяном. В эти выходные в Альметьевске пройдет фестиваль уличной культуры «Свобода». Пройдет он в индустриальном сквере. Там будут работать эко-волонтеры, которые примут вторсырье. Можно будет сдать пластиковые крышки, фломастеры, CD-DVD-диски, сломанные телефоны, провода, зарядные устройства смартфонов. А еще зубные щетки, бритвенные станки и многое другое. Полный список вы сможете посмотреть на нашем сайте, отсканировав QR-код на экране. В прошлом году собрали больше 13,5 килограммов отходов. Добровольцы проведут мастер-классы, расскажут про многоразовые альтернативы привычных бытовых предметов и примеры переработки. На встречу можно будет обменяться предметами, которые вам уже не нужны, но пригодятся другим. Альметьевцы подали 2650 заявлений в первый класс. Компания по приему в этом году стартовала 1 апреля. Начальник районного управления образования Ирина Павловская считает, что это количество не предел. Всего в этом году ожидают около 2850 первоклассников. Наибольшее количество заявлений родители подали в крупные школы, такие как Адмнар, Инженерный лицей и лицей номер один. Сегодня в России отмечается День флориста. В Альметьевске сейчас это направление одно из наиболее востребованных как у начинающих предпринимателей, так и у опытных. С ними мы пообщались. Что приводит людей в цветочный бизнес и как составить идеальный букет, расскажет Александра Абазева. Работать флористом это не просто труд. В большей степени это искусство, совмещающее опыт, знания и чувство стиля. А люди, которые ежедневно из обычных цветов создают настоящие шедевры, сегодня отмечают свой профессиональный праздник. День флориста. С праздником! Спасибо. Поэтому сегодня наша съемочная группа отправилась по местным бутикам. Инна Валиева флорист и владелец магазина цветов. Работает одна и все обязанности выполняет сама. Все в моем лице. И закупка товара, и уборка, и зачистка, и доставка, и все на мне. Флорист занимается оформлением букетов и цветочных композиций. Сегодня флористика – это быстрая и развивающаяся сфера. Чтобы стать специалистом, достаточно пройти обучение. А чтобы коллеги назвали тебя профессионалом, потребуется опыт и знания. Анна – начинающий флорист. Признается, что флористика для нее – это способ сделать другого человека счастливее, привнести в его жизнь гармонию и красоту. Я долго думала о смене профессии, отвечая себе на вопрос, а как я могу еще принести людям пользу. И тогда потихоньку в моей жизни появилась флористика. Сначала это начиналось с аккаунта в соцсетях профессиональных флористов. Затем появлялись букеты, собранные в саду, подаренные. Их становилось все больше и больше. Потом появились книги о флористике. И так я поняла, что пора уже это дело реализовывать. Почти 10 лет назад свой путь во флористике начала также и Сильвия Хаитова. Через цветы я могу дарить людям радость и их положительные эмоции. Цветы – это один из способов выражения своих эмоций, приятных эмоций, хороших эмоций. Потому что через цветы мы выражаем свои чувства. День флориста не имеет официального статуса среди профессиональных праздников России. Но уже 15 лет сформировалась традиция отмечать его именно 24 июля. И дата выбрана не случайно. Считается, что это самый знойный и красочный месяц лета. У нас тенденции развиваются, меняются. И в каждое время у нас разная мода. Так же, как и на все, у нас есть мода и на букеты, и на цветы. И важно улавливать тенденции времени и следовать всем. Работа флористом – дело ювелирное. Многие ошибочно полагают, что работать флористом – это проще простого. Взял один цветок, другой, и получился букет. Взял упаковку – и готово. Но так ли это на самом деле, узнаем у основателя бутика и флориста Сильвии. Сильвия, с чего мне начать? Оформление букета мы начинаем с того, что мы определяем размер букета и количество упаковки, которое нам нужно. Мы видим с вами то, что букет не особо высокого размера, большого. Значит, нам нужно буквально 3-4 листа листовой пленки. Работа флориста требует от мастера терпения, аккуратности и внимания к мелочам. Но результат превосходит все ожидания. И, как признаются героини, это из-за любви к своей работе. Вот такой красивый букетик у нас получился. Александра Абазева, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. О новостях из других городов Юго-Востока расскажет Елена Бауэр. Таксист из Бавлов осужден за кражу. Мужчина перевел деньги с банковского счета пассажира. Сделал он это через приложение смартфона. Мобильный телефон потерпевший оставил в машине, когда вышел за покупками. Таксист дважды сделал перевод. Таким образом, ограбил потерпевшего почти на 90 тысяч рублей. В суде вину признал. Ему назначили наказание один год и месяц условно. С испытательным сроком два года. Но от наказания его в итоге освободили, потому что стороны примирились. И ущерб потерпевшему полностью мужчина возместил. Вандалы в Бугульме вырвали скамейки на набережной. Действия хулиганов попали на камеру. На кадрах видно, как трое неизвестных несут скамейки. Затем выбрасывают их в воду. Позже, как ни в чем не бывало, уходят. Житель Лениногорского района встретил сына из армии и лишился водительских прав. В честь семейного торжества мужчина позволил себе выпить, а потом сел за руль. На дороге его остановили стражи дорожного порядка. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Был составлен протокол. Суд привлек нарушителя к административной ответственности. Назначил штраф 30 тысяч рублей. И на полтора года мужчина остался без прав. Школьники Лениногорска присоединились к экологическому марафону по следам добрых дел. Акция проходит во второй раз. Эстофету марафона ученики седьмой школы приняли от своих нурладских сверстников. Учащиеся наводили порядок на территории парка имени Горького и местного каскада прудов. Окрестность лесопарка – любимое место отдыха лениногорцев. Здесь занимаются спортом, гуляют, устраивают пикники. Поэтому и убираться здесь приходится чаще. В этот день вместе со школьниками на экологический субботник вышли и работники компании «Татнефть». Экологические десанты здесь проводятся регулярно. Девиз юных участников экодесанта – только оберегая нашу природу, мы можем сохранить ее для будущих поколений. В этот день чаще всего на пути попадались стеклянные бутылки и пластиковая обертка. Об итогах своей работы ребята охотно рассказали нашей съемочной группе. Много ли мусора вы сегодня собрали? Да, нет, немного. В основном только стекло. А как вы думаете, почему? Потому что люди берегут природу, они убирают за собой мусор. Мы проводим субботники, весь класс участвует активно. Мы собираем мусор, собираем старую листву, грибем лопатами по земле, и нам это нравится. Мусора оказалось не так много, поэтому работа шла дружно, слаженно, а главное – качественно и быстро. Эстафету добрых дел юные экологи передали экоактивистам из Бугульмы. Впереди самый важный этап – подготовка к Олимпиаде «Чистое наследие». Я хочу в этом году хорошо подготовиться, чтобы в этом году были тоже победители от нашего города. Помимо марафона, у ребят есть и другие возможности позаботиться о природе. Осознать собственную роль в сохранении экосистемы планеты школьники могут на акциях компании по посадке деревьев, на лекциях от посланников ЦУР «Татнефти», на обучающем исследовании в поисках углеродного следа. Ани Самильникова, новости Юго-Востока. А теперь расскажем, какой будет погода в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. В четверг, 25 июля, в Альметьевске будет пасмурно. Во второй половине дня ожидаются дождь с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до 19 градусов, вечером покажут плюс 15. Ветер северный – до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Грозовые дожди прольются и над Ознакаево, Бавламе, Бугульмой, Заянском и Лениногорском. Температура воздуха днем – 18-20 градусов, ночью – 13-15. Ветер северного направления – до 11 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Посмотреть выпуск сначала вы сможете на нашем сайте. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. А также присылать свои вопросы и проблемы в наш Телеграм-бот. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова